и даже если брать мое рождение но это тоже только часть процесса что-то было до этого что-то присутствует сейчас что-то останется после смерти так это назвать это то что невозможно описать словами потому что если бы картину можно было описать словами то какой смысл было бы ее рисовать в начале начале было ли оно начало я просто рисовал лица но чтобы не протерять сноровку что ли художественную но в какой-то момент я вдруг осознал что я есть каждый из этих образов они все часть меня вот это ощущение что я и есть вся эта бесконечная вереница этих лиц которые все очень разные разных нации разных этносов разных возрастов полов и прочее и в то же время это все я только это ощущение и есть собственно тот дзен который содержится в этих работах дзен это только то чувство которое возникает когда ты проходишь через всю эту вереницу портретов и КОНЕЦ Почему именно этот образ? Я не знаю. Но что-то тебя цепляет в нём. В конечном счёте я понял, что мне не интересно, что цепляет мой ум. Мне интересно, что затрагивает мои чувства, ощущения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если нет ощущения, впечатления, задумайтесь, само слово впечатление, то, что оставило какой-то отпечаток в нашем восприятии. Восприятие, приятие впустить в себя. То и не о чём, как бы и говорить, если нет. Нет отпечатка, нет впечатления, нет чувств. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И наше дыхание замирает уже совсем по другой причине. Отец мой небесный, для чего ты позволил этому случиться? Очищение сердца — это стихия огня и целительный поток воды, перехватывающий наше дыхание. Путь домой к своей собственной душе редко бывает легким. И только очистив огнем и водой свое сердце, мы можем приблизиться к этому удивительному состоянию. Мать, Отец мой небесный, я вернулся, я дома. Эти несколько лет, которые я работал над флейтой Сякухати, они перевернули мою жизнь. С одной стороны, я остался таким же, каким я был. Мужчина, художник, отец, дедушка и так далее, и так далее. Перечень нашей принадлежности к чему-то. Но вот это чувство, ощущение, вот это звенящий звук ОМ, он не прекращается. Мужчина, художник, отец, дедушка и так далее. Мужчина, художник, отец, дедушка и так далее. Творчество — это, наверное, самая великая тайна и самый великий дар Творца. И здесь возникает такое понятие, как созерцание. Очень тонкое понятие для меня, как я его чувствую. Когда ты, с одной стороны, вовлечен в процесс, с другой стороны, ты не обусловлен этим процессом, ты не идентифицирован с ним. Ты есть часть процесса, и в то же время ты что-то другое, что-то, может быть, больше, может быть, меньше самого процесса. Не в этом дело. Когда образ вдруг оживает, и ты начинаешь чувствовать его. И дальше уже ты подчиняешься этому образу. И уже образ начинает диктовать, как именно, каким языком, какой структурой, техникой. Все, все, все. Я не могу сказать, что я это придумал. 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 Нет. Скорее я говорю о любви подлинной, когда невозможно любить кого-то одного, не распространяя этот духовный трепет на все мироздание. Кому интересен путь, лишенный сердца? В психиатрической терминологии есть такой диагноз – скорбное бесчувствие. Казалось бы, противоречие. Раз нет никаких чувств, значит и нет переживаний. Почему тогда скорбное? На мой взгляд, потому что нет отклика сердца, а значит такой путь холоден и пуст, по сути, трагичен. Чувствую, что сама способность воспринимать сердцем – это женское качество. А вдруг будет больно? А вдруг будет предательство? А вдруг меня отвергнут? Где же взять храбрость для этого? Тогда-то и вступает в свои права наша внутренняя Дева, мифическая шахта. Именно она дает силы крутить молитвенные барабаны нашей жизни. Поэтому вечная слава нашей внутренней Деве. Каков же рецепт восприятия? Он прост. Доверие образом. Позволить образом самим сыграть с вашим восприятием в самую увлекательную, на мой взгляд, игру. Это значит расширить свое восприятие до новых смыслов. Вырваться за пределы матрицы. Небесная река все время меняет русло. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Клейто-сякухати — это японский инструмент, созданный монахами, дзен-монахами, создан он для медитации. А что такое медитация в моем понимании? Это созерцание тех извечных глубинных вопросов, кто мы, куда мы, зачем мы. Субтитры подогнал «Симон» Которые, собственно, и есть основные вопросы. Субтитры подогнал «Симон» Но дзен не фиксируется на этих вопросах. Он через эти вопросы дает нам возможность наслаждаться самим процессом жизни. Когда я начинаю чувствовать, а не понимать умом, что что-то было до моего рождения, что-то присутствует сейчас и что-то останется после моей смерти. Что это? Субтитры подогнал «Симон» Если ты осознаешь это, и в твоих работах нет цепляния за смыслы, за технику, за… Как это воспримут другие люди, то другие люди начинают это тоже чувствовать. Чувствовать что? Чувствовать то, что нет никаких других людей. Есть только восприятие. Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует...